Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. И в данном видео я хочу поделиться результатами, полученными с помощью робота TradeRinger на реальном торговом счете за последние две недели. На брокере RoboForex был открыт реальный центовый счет с депозитом в 500 долларов. Но поскольку этот счет центовый, то вы видите отображение депозита как 50 033 цента. 20 мая в понедельник началась торговля, и на данный момент по итогам двух торговых недель суммарная прибыль составила 25 995 центов, что в процентах составляет 51,9%. Согласитесь, очень неплохая прибыль за две торговых недели. Под данным видео вы можете перейти по ссылке и увидеть полную историю торговли на данном счете. Вы можете здесь увидеть, когда открывалась сделка, каков тип сделки, покупка или продажа, размер сделки, он измеряется в лотах, с какой валютной парой совершалась сделка, например, в данном случае это австралийский доллар, японский и иене, по какой стоимости открывалась сделка, когда сделка была закрыта, по какой цене она была закрыта. И каков итог данной сделки, это самая интересная графа, если стоит минус, это значит, что данная сделка принесла убыток, например, минус 181 цент, не забывайте, что это центовый счет, но если минуса нет, значит сделка принесла плюс, плюс 20 центов, плюс 131, плюс 466 и так далее. Да, какой-то процент сделок робот делает минус, но главное, что в итоге плюсовых сделок оказывается больше и, собственно, в этом документе вы можете видеть полную историю торговли за все две недели. И подробнейшим образом все расписано, вы можете подробно все изучить. И если вы посмотрите сюда, то есть как раз здесь увидите общие параметры. Первоначальный депозит составил 50 033 цента, прибыль за две недели составила 25 995 центов, и на данный момент на балансе 76 028 центов. Вот здесь на графике вы можете видеть, собственно, как увеличивалась сумма на счете. Наверное, вы помните такую рекомендацию, что в конце торговой недели рекомендуется закрыть сделки, которые уже находятся в плюсе или в небольшом минусе. Если минус большой, то эти сделки тогда лучше перенести на следующую неделю. И буквально в последний торговый день на этой неделе произошло значительное колебание на рынке, связанное с японской иеной. И три валютных пары, это евро японская иена, доллар японская иена и австралийский доллар японская иена, в общем-то, ушли в такую хорошую просадку. Если вы посмотрите вот этот график, drawdown 37%. В принципе, это нормальная рабочая ситуация. За предыдущие две недели просадка доходила до 20 с лишним процентов, но потом рынок разворачивался и сделки закрывались в плюс. Я надеюсь, что на новой торговой неделе как раз рынок снова развернется, и те сделки, которые пока находятся в минусе, также будут закрыты в плюс. Посмотрим. У робота есть настройка под названием equity protector или защита депозита. Например, если вы поставите эту настройку 20%, это означает, что если робот увидит, что сумма открытых сделок, сумма просадки достигает 20%, то эти сделки принудительно закрываются. Да, при этом вы теряете 20% от вашего депозита, но это страхует вас от дополнительной потери денег, от дополнительного слива. Но я считаю, что роботу все-таки лучше предоставить больше свободы действий. Именно поэтому я поставил equity protector на 50%, чтобы предоставить роботу большую свободу действий. Для тех, кто не в курсе, еще раз напомню, каким образом работают Forex роботы. Существует гигантский международный рынок Forex с оборотом 5,3 триллиона долларов в сутки. Выход на этот рынок происходит через компанию Forex брокера. Причем брокера вы можете выбрать самостоятельно. Есть брокеры, которые работают уже 5, 10 и даже 20 лет. То есть, как правило, это надежные компании. Вот и вывод средств вы осуществляете сами именно через Forex брокера. Создатели робота доступа к вашему депозиту не имеют. Торговля на Forex брокере происходит с помощью терминала MetaTrader. Это та самая программа с графиками, которую я вам показывал. Миллионы трейдеров торгуют вручную, то есть сами открывают и закрывают сделки, но для этого надо много учиться и становиться профессионалом. Я же, например, как и многие другие, предпочитаем использование электронных советников или Forex роботов, как их называют, которые работают уже в более автоматизированном режиме. Forex робота можно установить и на домашний компьютер, но тогда ваш домашний компьютер должен работать круглосуточно, а это не всегда удобно. Поэтому за небольшую абонентскую плату приобретается, арендуется так называемый VPS сервер. То есть, по сути, это удаленный компьютер, на который вы устанавливаете терминал, устанавливаете Forex робота, и именно из этого удаленного компьютера Forex робот совершает сделки. Ну, а слева как раз находится пользователь, который получает выгоду от данной работы. Кому-то вся эта схема может показаться сложноватой, но думаю, что данная информация достойна того, чтобы в ней разобраться и начать это применять. Многие мои партнеры уже установили и настроили Forex робота, согласно моим видеоурокам. Если вы являетесь членом моей команды и нужна какая-то помощь или подсказка, то, пожалуйста, обращайтесь. Возможность приобрести робота по льготной цене 197 долларов, к сожалению, уже закончилась. Сейчас, чтобы приобрести лицензию на робота, нужно заплатить 247 долларов, это первый платеж, и в дальнейшем 169 долларов ежемесячно. Конечно, я и дальше буду делиться с вами результатами, полученными с помощью робота TradeRinger. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.